так друзья всем привет на канале moto с того бока сегодня на выезде работа так называемая заказчиком вот планета 5 мотоцикл сегодня будем сделать делать тут электропровод здесь значит стояла зажигание сидя и мы правда вы видите да в таком состоянии сейчас будем это исправлять заводите головками с этого мотоцикла здесь стоят гравера это не должно быть но к слову chrome очень такой прям приятно мне понравилось мотоцикл человек хочет его восстановить в принципе очень достойный экземпляр по ходу работы я наверно не буду сильно стараться снимать нужно сделать быстро и качественно либо снимать либо работать ну может быть покажу на конечный результат покраска очень хорошие после покажу вам может быть владелец поделится скажет где он делал покраску неплохо вполне мотоцикл нужно что-то доработать тут ну в общем и целом сейчас будем заниматься интересный момент стараюсь показывать да скажу так что владелец не хочет оставлять без я и вот это зажигание мы будем ставить родной пока что родное если захочет потом впоследствии переделаем что-нибудь так что поехали так снял я это зажигание вот это куча бутербродов тут всего прочего проблема первая как всегда образовалась значит видите картер 6 вольтовый генка то у нас 12 поэтому нужна планшайба сегодня уже запустить не получится мотик ну ладно я пока с электропроводкой займусь возможно сейчас будем решать с владельцем что делать дальше так друзья ну что ездит поезда там на солнышко может не видно в общем процесс какой сейчас буду заниматься уже электропроводкой ну очень долго я это все дело разбирал в общем попортили здесь и пульты испортили видите все по переделали по перепаяли вот такой вот лишние запчасти да еще что здесь единственное что сохранилось заводского это вот этот колодка подключения света видите все распиновка все остальное придется переделать для лампочка тут корень конечно галогенка поставили 12 вольтовые с другими пинами смотреть 90 ватт 190 ватт друзья у вас генератор у юпитера максимально мощность 140 ватт выдает не надо такие лампы стоять поставьте вы сорок пятку обычно и все фар по моему вообще ладно дальше вытащил я всю электропроводку выкинул отсюда короче весь этот соприк хлам ничего нету видите сейчас будем все с нуля делать повороты оставил так проблема в чем здесь еще щиток видите тут тоже все заколхозили новое время я понимаю здесь должен быть штекер такой выходить чтобы электропроводку кинул и все но этого нет придется все разбирать переделывать за один день я боюсь не успели это сделать ну и учитывая то что генератор 12 вольтовый картер у нас на 6 вольт это еще момент так прокинул проводку на генку идти вот сейчас будем ставить на все дальше уже включусь если на следующем этапе что ну потом видео если вы не против хочется я хочу да ну хорошо так в общем закончил я на сегодня договорились заказчиком там вот проблема с щитком приборов сейчас я вам покажу вот так вот тут было все это сделано контакте все это дело плохое болты пришлось отпиливать но владелица хочет хорошо вроде бы он говорит я поеду посмотрю сколько стоит другой что приборов от 5 модели потом вот эти видите здесь штокера все же не подойдет то есть я прокинул проводку по-другому вот она идет проводочка это на реле поворотов это бобина там у нас подключена вот сюда сюда поставил в реле регулятор на новые места здесь просверлил сделал масс как должно быть на корпус это на аккумулятор у нас минус тут уходит вот предварительно то проблема еще которая с генератором владелец сказал поедет нужно переходную планшайбу сюда но все а тут подключим генератор все провел как надо видно да игрушечка подключена рулевые вот эти вот вещи они там я их разобрал туда тоже вмешивались и все эти вот выводы они все непонятно какого качества плюсом разбиты видно да вот это отверстие ручка по диаметру другое но решили что вроде бы можно купить и и живские тоже родные посмотрим вот пока все на сегодня дальше уже посмотрим как будет обстоятельств так друзья ну что сегодня следующий день всем привет продолжаем владелец приобрел необходимые запчасти для сборки сейчас я вот занимаюсь этими вещами контакты такие вот нового образца но они вроде бы здесь даже почти ровные посмотрим конденсатора нужно все это ставить так сейчас будем мантер 12 вольтовую систему купил такой щиток приборов с 5 вполне неплохого качества единственное вот этот электропроводка которые они продают ведь так конце оканчивается это вызывает некоторые проблемы так статор генератора сейчас мы его будем помоем его сразу же и будем примерять поставим сюда конденсатор катушки конденсатор контакты значит вот такие вот пульты человек взял заводские родные чтобы тут ничего не колхозить опять же пусть будет все по стандарту я такого мнения стоят они недорого далее щетки ну вы понимаете да что вот этот мелочевка здесь там болта нет тут болта нет нету вот крепежных вот этих вот винтов которые держат его три винта нужно найти вот и так далее ну пока так планшайбы сейчас я вам покажу вот такая вот планшайбы переходные новые все ее миллион раз видели тем не менее я ее предварительно примерил на картер она одевается нормально ну все сейчас дальше по ходу пьесы буду вам показать что мы будем делать так в общем смотри вот планшайбы наши да и вот статор генератор родной вот смотри планшайбы там стоит на двигатель вот так вот этим вырезом к звездочке смотри генератор по заводу ставится щетками вверх вот так с небольшим смещением влево вот совмещаем вот отверстие вот это видишь оно совпало а эти вещь она где просверлили типа брак но они не там просверлили и вот это то есть по факту из трех крепежных отверстий у нас совпадает только одно вот это вот нужно переделывать пересверливать будет вот здесь вот здесь пересверливать но я у меня есть шерповерт собой я сейчас посмотрю на комплект метчиков я брал если мы найдем у меня такой м5 шах резьбы не знаю сейчас посмотрим то нужно будет засверлиться и переделать это время опять эти молдаване достали молдаване ты живу лифт ним пошел ну надо было по месту у них взять статор вот этот и примерить прямо при них вот так чик и и сказать ребят но вниз как вот он но нет но валерий ты понимаешь да но ничего мы переделаем это не критично самый главный планшайбы подходит на картер двигателя до остальное мы с тобой сделаем сейчас будем заниматься этим понял а тебе сюда ты ее не стучишь нет у меня токарный станок он маленьких обильная такую большую планшайбу не зажмут так смонтировал планшайбу видите где генератор спрятан то есть заподлицо получился планшайба не такая то есть то что она по крепежным отверстиям не совпадает так плюс она еще толще чем нужно сейчас вот заказчиком будем решать что делать да так можно собирать до нового года так друзья ну что я продолжаю подключил щиток сейчас подключу 2 2 пульт проверил все провода все исправно также проверил лампочки в щитке они все исправно у нас штокерах хорошем виде так собираем щиток здесь останется подключиться замок зажигания нам нужно будет подключить и повороты вот процесс идет значит замок здесь спите контактный сейчас будем искать ну все поехали вот едем мы заказчику уже закат еду я к нему для того чтобы отснять оконечное видео такой некий результат потому что в крайний день выезда у меня не было времени делать съемку камера была с собой но совершенно не было времени потому что работы начали после 12 часов дня и до трех часов ночи происходила сборка конечная проблема была в последний день с тем что была куплена еще одна другая планшайба она к сожалению тоже не подошла по непонятным причинам вот и пришлось переделывать генератор с генератора я снял центрирующий ободок заводской и сделал втулки вот чтобы можно было установить контакты необходимую с необходимым зазором генератор правильно чтобы работал с якорем были еще проблемы сопутствующего характера то есть были ошибки в подключении пультов то есть в той электропроводке которая продается неправильно была распиновка проводов пришлось переделывать также были ошибки в щитке приборов провода неправильно были сделаны в общем чтобы вот так вот взять эту электропроводку новый щиток приборов пульты к примеру и просто соединить и поставить у меня не вышли то есть продается все как есть цвета не совпадают электропроводки и так далее то есть есть свои проблемы если будете сами переделывать электропроводку на ежи знаете об этом ну в общем и целом происходило дальнейшее после установки полностью электропроводки происходил дальнейший запуск мотора до был заменен еще правый сальник коленвала который стоит под якорем генератора потому что к нему был доступ и было было масло в этой половине я решил заменить его человека сразу на месте чтобы потом не возникло никаких проблем дальше значит после замены сальника была сборка полностью после сборки электропроводки исправление вот этих вот всяких недочетов с неправильной распиновкой был уже запуск мотора человек также покупал новую бобину на рынке новодел мотор работал с перебоями естественно бобину оказалась неисправной я ее заменил по месту на его же старую бобину далее отстроил сцепление отстроил карбюратор карбюратор там к 68 используется новый человек также покупал новый фильтр и фильтр воздушный ижевский но там вот этот внутренняя леска которая она вообще я не знаю из чего сделана будет время может быть буду у человека сделаю фотографии попрошу его отправить вот в общем проблема на проблеме оказывалась и как следствие получилось три дня по где-то часов по 10 последний день вообще 14 часов работы проходили да это долго но результат есть мотоцикл на ходу каких-то там проблем с ним да есть некоторые проблемы там коробки но капитальный ремонт двигателя я не делал была договоренность только о том чтобы сделать электропроводку и настроить мотоцикл вот здесь вы видите я подъехал и смотрите дальше там будет тоже интересная часть в продолжении то есть я приехал просто снять видео обзор на мотоцикл но дальше были еще происходили интересности вот с этим правым автомобилем газель синим ну все приятного просмотра пока сезон пока сезон я думаю надо казаться ах бля извините его поднять послушать как работа Вибрируйте Ты меня не ждал? Я по звуку тебя услышал Мы еще не умерли до 90 Что, прокатиться самому не надо попробовать? Не, кататься не надо Прокатиться все Не надо Пускай он отдыхает Это вроде родная краска Единственное, в боковушке этот мужик перекрышил Я видел его Тросик купил родной А я порвался Мы переделали свитком От я выбил И он короткий Чуть-чуть буквально пару миллиметров Короче, у нас Если ты глазом не глянешь Ты на стороне решишь работу Что, ты сломал? Ну, как правильно объяснить? Ни с того ни с чего Короче, заводишь, она, видишь С трубы бросать начинает Теплик богатый Она карбюраторная У тебя 5,7 Инжектор Ну, это богатит Почему богатит? А пузырьков нет в этом В расширительном бачке Нет Нет Вроде инжектор Он не должен Да, погодит конкретно Где-то Где-то Неучтенный воздух Подсос идет Слушай Где-то на впуске До датчика ДМРВ До датчика ДМРВ Где он тут? Вот он стоит А без него Без него он просто в аварийном режиме работает Он берет средние значения И на них работает Ну, давай, по-моему, старую поставить Вот все шланги надо проверять Иди вот здесь вот Которые после идут датчика Вот отсюда и вот дальше Вот эти вот соединения Вот эти вот эти Он, короче, берет много воздуха И добавляет туда топлива Ну, чтобы стихиометрическое соотношение Чтобы стихиометрическое соотношение Выдержать Там 14,7 к одному, да? Где-то подсос Бля, я не знаю, может что делать Маза не влазит А то на работу ехал Может на ту где треснул сланчик Может даже вот этот вакуумный усилитель Вакуумник? Может вакуумный усилитель С него вот Если тут подсосы где-то будет Так вот Потому что вон у него Видишь, куда шланг в картера идет Он тоже воздух отсюда может сосать туда Где-то воздух И он чёрный Ну, оно Такого не было Просто нормального Богатит конкретно Ничего не брал? Не заезжал? Блин, я не заезжал Но я потом еще приеду После опыта Да и его аккумулятора Дня на три будет хватать здесь А зарядить Там Я нашел Смотри, можно с доставкой Будет тысяча рублей Там Нет, советская Вот сейчас Само Вот это Где-то подсос Был бы дымогенератор Конечно Давай удлинитель фонарик Сейчас Был бы дымогенератор И вот это отсоединить Сюда дым На спуске ему дать А этот не забитый фильтр Нет, сверху Все нормально Все меня нет Они должны быть нормальными Силиконом Может настроение поднимется Желки-палка А вы вчера тоже с ней занимались, да? Вечера нормально все работа На хуй разведется Прогреется Все нормально Все нормально, да? Да, вообще нормально Второй день так А вот прокладка Сопатится Отсюда все Вот здесь надо искать Короче Дроссельная заслонка Так Вот здесь Смотрю Видишь все в масле Вот Либо вот этот Пережали Либо может быть Из-под датчика Вот из-под этого О Что? Только что в голове Она светила Не Да Да ты в другую, не? Я вообще трем Вот Вот Масло отсюда Глужом идет Вот он Отрежь его вот так сантиметр Вон там дырка Вон там дырка какая-то Видишь Не-не, выше Вот где палец твоей левой руки Что здесь дырка? Целый день Это Целый день У нас такая вот Сука Какая-то херня И может быть Вот здесь прокладка еще Между дроссельной заслонкой И впуском Вот здесь Ну тут вроде сухо Ну а вот тут вот дырка Как будто бы Вот с этой стороны Нету Вот так вот Скорее вот Один человек доказывает Масло не может Прокладка прогореть Не может же Правильно? Ну если прокладка прогореть Вот сюда пузырьки пойдут Ну вообще Чёрн Впереди Не пойдет Этому не доказываешь На причем внимания Да нет Ты не слушал Нет Ну она сюда будет Тогда воздуху гнать Из поршневой В этот В расширительный бачок Вот этот датчик Снять еще Посмотреть Что под ним А этот разъем не надо Прямо так вон Тут отвертка крестовая Все горит горит На На Держи Валер Ну а то он Захлебывался Воздух Сосало я говорю Не за что Ну пусть поработают Это Или он Он прогретый мотор Он Он Прогретый Я тебя не теряю А ну Дай ей Так Бэм 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 Сейчас она еще не совсем будет хорошо задовываться Бэм 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 Снимай Я снимаю А он Бэм Не, не, он попробуй, держи, он должен держать, да? Ну, что она тянет? А вот она греется, а? А, да, будет раздавать, она греется, за рабочую. Да ладно, она ведь так быстро не нагреется, сейчас. А это ЧЗ 1985 года. Ух ты! Да. Их было вот 4 тысячи было явно выпускалось. Почти 8. Какого года? 1985. Рама облегченная, вот диски алюминиевые перед, зад. Молодец. Это ты сам восстанавливал еще? Не, я пока не восстанавливал, я пока только настроил и откатываю его. Там новая поршневая на нем. Там... Колеса? Да, литые. Нет, не литые, а алюминиевые. Ставит неродное. Ну, один. Это обычное. А вот алюминий, вот, видишь? Смотри, как-то не блестит, блестит. Вот, он перед где-то залетел и помял диск, говорит, там он в труху. И, говорит, я купил за тысячу рублей, блять, от этого и поставил, и типа все. Ну, надо найти оригинальную, и я буду ее полностью восстанавливать в завод. Ты ее купил? Да. Ну, это нормально, их не найти сейчас, днем с огнем, хоть в каком-то состоянии. Больно, надо было бы по-быстрому. Да, захочешь, поехать сейчас сразу, пока машина там проверяет, что в принципе сделали. Поедем, да? Поедем, да? Спасибо. Хорошо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok